Израиль за неделю на Народной Волне Израиль за неделю на Народной Волне Так что такой праздник нам очень близок Ну и перейдем к нашим израильским новостям И как всегда я начну с наших общих новостей для Израиля и для Америки И это будет вчерашний парад Огромный парад в поддержку Израиля Который прошел на Манхэттене Это уже 54 парад Который отмечается практически каждый год Очень впечатляет Там были многие-многие тысячи людей В костюмах, с оркестром, конная полиция Все красочные флаги, замечательные лозунги В общем, зрелище очень впечатляющее И как с политической точки зрения, и как с развлекательной Так что и нам, знаете, что нам, израильтянам Это очень и очень важно Хотя мы знаем, что большинство американцев поддерживают Израиль Но вот такие явные парады в поддержку Израиля Это очень важно, это очень приятно Это придает очень большую уверенность И в связи с этим хочется поблагодарить еще за одно мероприятие Америка блокировала в ООН принятие Квейтской резолюции по Израилю Как всегда, осуждающей резолюции В которой совершенно не упоминалось, что Газа делает Израилю А говорилось только наоборот, что Израиль ухудшает жизнь в Газе Ни словом не упоминались преступления Хамаса И как сам Хамас подавляет жителей Газа и не дает им жить спокойно Ну, спасибо, Америка блокировала эту ужасную резолюцию И опять мы можем жить спокойно Еще одна очень приятная новость Сенатор Том Круз выдвинул в Конгрессе план поэтапного признания Америкой Израильского суверенитета на Голландских высотах Ну, что это значит поэтапно? Это не то, что Америка вдруг объявит Да, мы согласны, Голланды – израильская территория А сначала будут сделаны такие очень важные практические шаги Значит, все торговые соглашения, соглашения о свободной торговле Они будут распространены на продукцию, сделанную на Голландах Будет и сельскохозяйственная продукция, или высокотехнологическая Значит, на них будет распространен закон о торговых соглашениях Америки и Израиля Такая продукция будет признана, сделана в Израиле Кроме того, будут совместные проекты Различные совместные экономические проекты Которые также не будут никак ограничиваться А будут распространяться на голландские высоты Ровно в той же степени, сколько и на весь остальной Израиль И вот такое постепенное признание Сначала практическое, экономическое, технологическое В конце концов приведет к тому, что По планам Тома Круза Что Америка признает, что Голланды Это суверенные территории Израиля Так же, как Израиль сам это признал И распространил свой суверенитет На Голланды полностью И военные, и гражданские Просто напомню для сравнения Что проблема Иудеи и Самарии Завоеванных в той же шестидневной войне В том, что Израиль на Иудеи и Самарию Распространил только свои военные законы То есть у нас военная власть Главная на территории Иудеи и Самарии А гражданские законы были распространены Очень частично Некоторые да распространены, некоторые не распространены То есть мы все время говорим о том Что в Иудеи и Самарии Необходимо распространить Израильский суверенитет В смысле, израильский гражданский суверенитет Еще одна Еще одна важная и хорошая новость Во многих штатах американских Запрещено официально иметь дело С какими бы то ни было учреждениями Которые поддерживают бойкот Израиля То есть которые так или иначе связаны с БДС И вот недавно 25 штат Луизиана То есть в 24 штатах это уже есть Недавно это распространилось на 25 штат на Луизиану Где совершенно официально запрещается иметь дело С организациями поддерживающими террор против Израиля И более того, этот закон имеет ретроактивную силу Если раньше там что-то покупали у таких организаций Или пользовались их услугами То с этого момента такие договоры необходимо прекратить Тоже в общем очень замечательная новость Ну а теперь перейдем к новостям Больше касающимся Израиля Но тоже международным И в первую очередь Это поездка нашего премьер-министра Венемина Натаньягу Он выехал в Европу Он планирует посетить Три главные страны Европы Это Германия, Франция и Англия И сегодня Натаньягу Находился в Берлине Разговаривал с Ангелой Меркель И улетая Натаньягу сказал У меня только две темы Две главные темы Которые я собираюсь обсуждать С лидерами европейских стран Первая тема это Иран Вторая тема это тоже Иран То есть имеется ввиду Что первая тема это иранская ядерная бомба Так сказать Натаньягу пытаются уговорить Европейские страны Присоединиться к Отказывать соглашение За которое выступил президент Трамп Присоединиться к бойкоту Ирана И второй вопрос Это о том что Иран Не должен действовать в Сирии Не должен приближаться К северной границе Израиля Ну на самом деле Натаньягу попутно Вот сегодня обсуждал Еще очень многие Технологическо-торговые темы Значит сотрудничество В различных областях технологии Торговые соглашения И так далее И так далее То есть все то Все те экономические связи Которые связаны с Европой Но действительно эти две темы Про Иран были важными И Ангела Меркель В совместной пресс-конференции Подчеркнула Что да Действительно и Германию Тоже заботят Распространение Ирана в Сирии Да и Германия считает Что это опасно И что это может угрожать Израилю Ну Ангела Меркель Высказалась там еще по поводу По поводу палестинской автономии Но в общем это было не более чем Словесная дань Что Израилю необходимо продолжать Переговорный процесс Так что здесь Нет ничего такого Никакого повода для беспокойства И повторяю Далее Нетаньягу проследуют В Париж А потом в Лондон А пока Вот наш министр Наш министр обороны Либерман был в Москве И договаривался ровно О том же самом Иран плюс Иран С Советскими Извините С российскими С российскими лидерами И вроде бы По сообщению По сообщению Посла России в ООН Вроде бы Договоренность была достигнута Вроде бы Россия собирается Так сказать Не допускать Иран В Южную Сирию Напомню что Израиль находится На юго от Сирии На юго-запад Да скажем так И Вроде бы Достигнута Договоренность Которая В свою очередь Очень Очень Озаботила Иран Иранские СМИ Говорят о том Что вот Россия Так сказать Отвернулась от Ирана Провернулась Слепсон К России К Израилю Но Российские лидеры Как всегда Так сказать Обещают Ирану Что Это же Мы в интересах Ирана Тоже Что зато Они не дадут Ирану Библину Но Пока что То что важно Для нас Что у России И Израиля Вполне Нашлись Вот Нашлась возможность Договориться О Иранском Присутствии В Сирии Ну Другой вопрос Как эта договоренность Будет выполняться Но Еще раз Еще раз Подчеркиваю До Сегодняшнего дня Договоренности С Россией На практическом Уровне Действовали Очень хорошо Сергей Не хотите ли вы Объявить Телефон Для вопросов Радиослушателей Да Конечно Телефон В студии 847-400-5200 Если у вас будут Вопросы Пожалуйста Звоните И задавайте Скажите пожалуйста Что там Лапид жалуется Выступая Вот О Ну Это Лидер оппозиции Он Он так и должен Всегда Жаловаться Ну Это я Немножко Попозже Расскажу Когда мы Перейдем К внутренним Делам Израильским А пока Я просто Еще хотела Из международных Новостей Отметить Вот в русле Сотрудничества Израиля И России То что Израиль Будет Участвовать В В учениях Войск ООН Которые Будут Проходить Практически На границе С Россией И в общем Россию Как-то это Совершенно Не заботит Она Не высказывала Никаких Никаких Возражений На этот счет А учения Вот такие Массовые Учения Которые Проходятся Каждый год Ну вот В Европе В учениях Войск НАТО В Европе Израиль Участвует Впервые И это Будет Проходить В бывших Советских Республиках Литвия Латвия Эстония Польша То есть Прямо На границе С Россией Ну и В свою очередь Россия Предполагает Тоже Провести Какие-то Совместные Учения С Египтом Тоже На границе С Израилем И Тоже У Израиля Вроде пока Для этого Нет никаких Возражений То есть Вроде бы И С Америкой У нас Замечательное Отношение И в Европе Нетанья Пытается Налаживать Сотрудничество Против Ирана И с Россией В практическом Плане Вроде бы Тоже Пока Израилю Удается Поддерживать Хорошие Отношения А есть Какие-то Подробности По поводу Предстоящих Учений Что это Будет Это будут Сухопутные Резка Это будут Солдаты Военные Техники Это будут Да Очень массовые Учения Когда-то У Израиля Были такие Учения С американскими НАТОвскими Войсками Они назывались Можжевеловая Кобра Ну Большие подробности Не заходят Но факт Что в этом Будут Участвовать Почти Все страны НАТО И что это Будет Проходить На территории Многих Восточноевропейских Стран Ну И В заключение В заключение Международных Новостей На Гватемале Извержение Вулкана Фуэга Ну Где Гватемала Где Израиль Какое нам Дело С одной Стороны С другой Стороны Израиль Постоянно Я во многих Передачах Рассказываю Как в случае Каких-то Стихийных Бедствий Или Каких-то Человеческих Там Аварий Израиль Приходит На помощь Вот таким Вот Третьим Странам Поскольку Он Пытается Так сказать Завязать Хорошее Отношение А с Гватемалой У нас Последнее время Вообще Был Замечательный Опыт Гватемала Одна из первых Понятно После Америки Перевела Своё посольство Иерусалим То есть Признала Иерусалим Столицу Израиля Ну Вслед за этим Там Другие страны Стали переводить Вот Чехия Например Перевела Своё консульство Дело в том Что Президент Чехии Он хочет Перевести посольство Он за Но правительство Чехии Пока ещё К этому не готово Значит Решили Пока Остановиться На компромиссе Что Что будет Переведено Пока только Консульство Ну и Сам Израиль В общем Действует В этом же русле И Министр обороны Наш Либерман Объявил Что он Будет Переводить И военные Министерства Тоже Из Тель-Авива В Иерусалим Сейчас Это будет Постепенно В те здания Которые уже есть А потом Будет построено Большое новое здание В общем Многие 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 Депутаты Кнеста Из Коалиции Отмечают Что Израилю Пора Не только Призывать Других Признавать Иерусалим Но и Самому Как следует Так сказать Развивать Столицу Давайте Попробуем Принять Звонок Добрый день Добрый день Здравствуйте Шалом Шалом Слушаю Вопрос Я хочу вас спросить Вот это вот Трамп И Правительство Наше Американское Приняло решение О повышении Тарифов На поставки Алюминия И стали Для Европы Там Для Китая В том числе Там Тоже Какие-то Санкции Каким-то Образом Это Израиль Задевает Или нет Все-таки Он как-то В Европу Ходит Или нет У нас Из полезных Ископаемых Одни Еврейские Мозги Знаете Этот анекдот Про полезные Ископаемые Израиля Правда В последнее Время Я вот Много Рассказывала О том Что мы Стали добывать Природный Газ На побережье Что мы Значит Думаем Как нам Строить Газопровод Или сжижать Газы Перевозить Его Но В общем Никакого Алюминия Никакого отношения Не имеет Это чисто Американо-европейские Разборки Потому что В ответ на это Европа ответила Что она тоже Примет встречные Санкции Тоже повысит Какие-то Таможенные Барьеры Но к Израилю Это отношения Не имеет И второй вопрос Можно Давайте Да Почему Наконец-то У Романа Абрамовича Совесть Пробудилась Что он все-таки Относится к нашему народу И Только В 2018 Году Он попросил Гражданство И Таким восторгом Это все Воскресили в Израиле Я бы не ставила Так вопрос Насчет совести Я бы сказала Пробудилось Национальное Самосознание Потому что Многие евреи Живут не в Израиле И Так сказать Причем тут совесть Они Болеют за Израиль Они помогают Израилю Они Так сказать Присылают детей Знакомиться с Израилем Периодически И Вы знаете Вот Сейчас было С Натаном Щеранским Сейчас было Очень подробное интервью У Натана Щеранского Заканчивается Конденция Его в качестве Главы Сахнута 9 лет Он был главой Сахнута Конденция Заканчивается И вот он сказал Что В первую очередь Стали Стали делать Упор Не на Репатриацию Евреев А на Знакомство Евреев С Израилем На пробуждение Национального Самосознания И это было Через вот такие Летние лагеря Поездки молодежи Какие-то Туристские Туры И это Дало свой результат Действительно Там больше Половины Приезжающих Это те Кто до этого Посещали Вот такие Туристические Культурные Исторические Программы Вот Я думаю Что здесь Дело чисто Экономическое Абрамович Человек Небедный Так сказать У него Свои соображения Как ему Как ему Свои капиталы Размещать По-видимому Так сказать Чукотка Уже его Не удовлетворяет Будет ли он Постоянно жить При этом В Израиле Или он будет С израильским Паспортом Кататься Там Где ему Не дали бы Визы Будем Российский Гражданин Это Интересный Вопрос Ну в общем Я приветствую Приезд любого Еврея В Израиль Тем более Абрамович Я очень надеюсь Поскольку Чем состоит На Возвращение Сказали Что Он уже Не в Израиле Он уже Выехал Из Израиля И Национальное Самосознание Алло Да Да Я слушаю И национальное Самосознание Друг Его Пробудилось Только Тогда Когда Его Немножко Прижали В Англии До этого У него не было Самосознания А в чем тут дело Ну вы знаете Есть такой Немножко Может антисемитский Анекдот Когда еврей Приезжает В Израиль Либо Когда еврей Болен Либо Когда Израиль Болен Ну имеется Ввиду Значит Те новые Репатрианты Когда приезжают В Израиль Когда им нужна Замечательная Израильская Медицина Которая здесь Совершенно Бесплатная А Израиль Болен Это действительно Когда в Израиле Что-то случается Не дай бог война Или какая-то опасность То очень-очень Многие евреи Которые либо уехали Давно Из Израиля Либо которые Вообще не были В Израиле Вдруг Они просыпаются И устремляются В Израиль Стараясь быть полезными Кто чем может Вплоть до того Что там Не знаю Какие-то там Американские девушки Которые Не гражданки Израиля Хоть и еврейки Приезжают сюда Чтобы только Помогать Складывать парашюты Или еще каким-то образом Помогать армии Так что Слава богу Я радуюсь Когда не Израиль Болен А уж Когда у евреев Проблема Для того Израиль и существует Чтобы собирать евреев Тогда Когда у них проблемы Ну понятно Спасибо Спасибо большое Давайте мы сделаем Небольшой перерыв После чего Вернемся Обязательно Обязательно Продолжим Израиль За неделю На народной волне Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Асиэндовой Напомню Телефон В студии 847-400-5200 Если будут вопросы Пожалуйста Звоните И задавайте А сейчас Наверное К событиям Внутри Израиля Политической жизни А теперь к событиям Внутри Израиля И тут я Вынуждена Унести Так сказать Негативную Ноту И пожаловаться На террор При помощи Воздушных Змеев Это вообще Новое Мне кажется В области Террора Применение Воздушных Змеев Для террористических Целей Ну Хамас Что у нас Что у нас Есть оборона Железный Купол Понимая Что туннели Израиль Научился Распознавать И заваливать Вместе с теми Кто в этих Туннелях Находится Они решили Применить Вот такую Тактику Привязывают Змеи Вот таких Они привели К многочисленным Пожарам Выгорели Тысячи Дунамов То есть Тысячи Квадратных Километров Посевов И Очень Пострадал Такой Вот Лес Берри Которым Израильтяне Очень Гордятся Полностью С нуля Насаженный Он Сильно Пострадал Там Получился Лесной Пожар Кроме Того Так сказать Сотни Вот таких Вот запусков Горящих Воздушных Змеев Удалось Предотвратить И предотвратить Эти поджоги И Что Интересно Что Вот такой Вот Террор Почему-то Международная Общественность За террор Не считает Ну Он Не очень Реагировал И когда На Москоса Мы летели А тут Все-таки Слава Богу Пока Обходится Без Человеческих Жертв Но Животные Например И вообще Экология Очень сильно Страдают Вы можете Видеть Фотографии Обугленных Черепах Например Ну Не умеют Черепахи Убегать От огня Да Вот И Другие Вот мелкие Мелкие Животные Так что Впору Международным Организациям Зеленых Вообще Так сказать Поднять Свой голос И Осудить То что происходит Но Пока Этого Не происходит В ответ На это Израиль Тоже Изменил Тактику Если Раньше Бомбардировки Были Так сказать Серьезные И там Были Пострадавшие То Теперь Видя Что В общем Вот такой Сельскохозяйственный Террор Или Огневой Террор Не считается Настоящим Террором И жертв От него Нет Израиль Решил Так сказать Работать В белых Перчатках И Хотя Израильские ВВС Продолжают Обстреливать Цели В Газе Но Делается Это Очень Специфическим Способом По моему Ни одна Другая Страна Так Не делает Делается Это Стук По крыше Как это Делается Сначала Сбрасывается Бомба Без Врывчатки Которая Просто Ударяется О крышу Этим Подается Сигнал Что сейчас Это место Будут Бомбить И Все террористы Быстренько Оттуда Убегают А потом Израиль Бомбит Уже Пустой Склад Оружия Или Пустой Вход В туннель В общем Никаких Жертв Среди Хамасников Нет И Хамасники Приписывают Всю эту заслугу Себе Вот Мол Как мы Напугали Израиль Как мы Теперь Научились Что Израиль Боится Нас трогать На самом деле Конечно Тут Совершенно Речь идет Не об этом А о том Что Израиль Пытается Пытается Как-то Задействовать Оборонительное А не Наступательное Оружие Ну Как я уже Перечисляла Железный Купол Который Сбивает Именно Ракету А не того Кто ее Запускает Система Обнаружения Туннелей Которая Не уничтожает Намеренно Тех Кто вообще Эти туннели Планирует И строит А Просто Заваливает Из них Выходы Чтобы террористы Не могли Выйти На Территории Собственной Израиля Значит У многих Такое поведение Вызывает Недоумение Почему Мы должны Так щадить Жизни террористов Другие Говорят О том Что Вот Мы Расположим К себе Общественное Мнение Потому что Мы действуем Очень гуманно В белых Перчатках Но Мне кажется Что Вот такие Вот Намеренная Оглядка И подчеркивание Гуманности Это все-таки Скорее Свойственно Евреям Россияния А Для Самостоятельной Страны У которой Самая сильная Армия На Ближнем Востоке Не к лицу Вот так Оглядываться А что Про нас Скажут А какую Очередную Резолюцию Придется Америке Блокировать Ну Вот Израиль Решил Сделать Все-таки Вот такой Перерыв И действительно Разбомбил Очень много Целей В Газе Но Подчеркиваю Без Без Непосредственно Убийства Самих Террористов Или Оказавшихся Там Людей К террору Может быть Не очень Причастных 847-400-5200 Телефон Нашей студии Если у вас будут вопросы Пожалуйста Звоните И сдавайте И несмотря на всю гуманность О которой вы рассказывали На всю гуманность Проведения этих операций Антитеррористических Похоже Что мировое сообщество Как-то не очень Занимает сторону Израиля Не очень признает Это Все равно Вот скажем Министр иностранных дел Швеции Заявил Совершенно верно Совершенно верно И в первую очередь Это происходит Потому что В споре Честного человека С лжецом Как правило Лучший эффект Будет у лжеца И Арабы здесь Не брезгуют ничем Ну вот Был такой случай Скончался Младенец Девочка Восьмимесячная Скончалась В больнице В Газе Скончалась От врожденных Порок Несовместимых С жизнью Маме Ее предложили Достаточно Много денег И мама инсценировала Что вот она С этой девочкой Так сказать Оказалась Вблизи От мирных В кавычках Демонстраций И вот Бедная девочка Убита Израильским Агрессором И так далее И так далее Значит Поскольку Сейчас В общем Все снимается Все документируется Израиль Без труда Доказал Что это Очередной Кровавый Навед Который К правде Не имеет Никакого Отношения Да Действительно Так сказать Сообщение Убитой девочки Было на первых Страницах Мировой Прессы А опровержение Которое Израиль Доказал Если и было То где-то там На последних Страницах В общем Никто особо На это внимание Не обратил Сейчас Подобный Кровавый навед Разыгрывается Там с какой-то Очередной Очередной Мирной Жительницей Или медсестрой Или еще что-то В общем Чистой воды Ложь Это что касается Арабов Их агитация Ну а что касается Европейцев Во что они хотят Верить То они И более склонны Верить И не дают Фактам себя Смутить Сергей Спасибо Давайте мы сделаем Еще один перерыв Буквально На несколько минут После чего Вернемся И продолжим Израиль За неделю На народной волне Возвращаемся К беседе С нашим Израильским Корреспондентом Асиэнтовой Телефон Студии 847-400-5200 И давайте Попробуем Принять звонок Добрый день Пожалуйста В эфире Здравствуйте Сережа К вам Просьба Когда вы Приглашаете Гостей В эфир То желательно Было Чтобы вы Подупреждали Что остались Там две Минутки Три Чтобы они Могли Сориентироваться Сказать о чем Тагланом И закончить Свою Это просьба К вам Сережа Второе Афига Конечно Нас уже В Чикассе Разражает Ваша Руманность К тому Что происходит В Израиле С палестинцами Если сектор Газа Уже На протяжении Несколько Лет Пускает Ракеты И По всякому Суча Беспокоит Израильчан И наносит Ущерб Определенный То я не понимаю Откуда у вас Эта гуманность Она разоржает Уже По моему Не только Америку И даже Европу Вот это вот Неохотелось Мне кажется Отключать Надо Воду Газ Хотя бы На несколько Часов Чтобы они Чувствовали Какую Они Вот эти Змеи Короче говоря Наказывать Каким То Можно Потому что Там Пускать Ракеты Но Наказывать Нужно Чем То В конце Гонцов Вот Эта гуманность У вас Прекрасно Называется Армия Обороны Израиль Прекрасно Звучит Я С вами Согласна Я вообще Говорю Что В эти Симпозиумы Я всегда Возмущаюсь Почему Ни один Представитель Любой Страны Не скажет Учитесь У этой Маленькой Стране Ведь Все На высшем Уровне И Даже Армия У вас Называется Благородная Армия Обороны Израиль Это Великолепно Звучит Просто Прекрасно Все Но Откуда У вас Такая Гуманность Этим Паразитом Шарон Оставил Наследства Конечно Очень Хорошие Прекрасный Был генерал Отдал Газу Они Переводили В военный Плазар Против Израиля Их Надо Наказывать Обязательно Спасибо Успеху Вам Спасибо Вам Я с вами Согласна Причем Наказывать Не Как Променившихся Школьников А просто Нужно Распространить Полностью Свой Суверенитет На Газу И Навести Там Порядок Израиль Должен Распоряжаться Там Так же Как он Распоряжается В Тель-Авиве Или В Иерусалиме И Когда Будет Еврейская Власть Израиль Сможет Навести Порядок И Когда Будут Еврейские Законы Военные Гражданские Когда Там Смогут Жить Евреи То Этот Террор Прекратится Знаете Мы же Помним Я же Гуляла По побережью Газа С детьми Прекрасное Побережье Золотой Песочек Я гуляла Там С детьми Всего Ничего Лет 25-26 Назад Вот И Даже Перед Перед Тем Как Шарон Выселил Евреев Из Гушкатифа В 2005 Году Тоже До этого По крайней мере В Гушкатифе Можно было Пользоваться Этими Замечательными Пляжами И Жить там Значит Действительно Чем больше Мы уступаем Чем больше Мы Отдаем Арабам Тем Больше Мы получаем На свою голову Террор И Я хочу Подчеркнуть Да Просто ради Справедливости Я Может быть Больше Сочувствую Евреям Кто-то Больше Сочувствует Арабам И Тот Кто Больше Сочувствует Арабам Совершенно Необходимо Ему Понять Что Арабам Жить Под Израильской Властью Просто Неизмеримо Лучше Потому Что Террор Которую устраивают Арабы Израилю Они Несколько Раз больше Терроризируют Собственно Своих же Братьев Арабов И Хамас Делает Неносимой Жизнь Для Жителей Газы Он Забирает Все ресурсы И вот Недавно Хамас Запуская Ракеты В сторону Израиля Ну Недолет Там У них часто Бывает Недолет Разбомбил Разбомбил Электрическую Подстанцию Через которую Передавалось Электричество В газу И Газа Оказалась Без Электричества На Пару Недель Потому Что Израиль Под огнем Не мог Восстанавливать Это Электроснабжение Жители Газа Остались Без Кондиционеров Без Холодильников Значит Так Что Те Кто Сочувствует Даже Арабам Больше Чем Евреям Должны Понимать Что И в интересах Арабов Чтобы в Газе Была Израильская Власть Прочная Долгосрочная А не чтобы Израиль Зашел Навел порядок И опять ушел Передав это Очередному Там Обумазану Не удивлюсь Если Мировая Общественность Осудит Израиль За Вот такое Зверство По отношению К палестинцам Мировая Общественность Осудит нас В любом Случае Но Как говорится Не надо Резать Собаки Хвост Частями Не надо Отстреливать Каждого отдельного Террориста Нужно Так сказать Очистить газу От всех террористов Сразу И Остальным Арабам Предложить Либо быть Законопослушными Гражданами Государства Израиль Либо Поискать себе Место жительства Там же Где ищут сейчас Миллионы Африканских Мигрантов 847-4-0-0-5-2-0-0 Телефон Нашей студии Если у вас По-прежнему Есть вопросы К Асиентовой Пожалуйста Звоните Давайте Скажите Вот где-то Мне промелькнула Информация По поводу 13 задержанных Эритрийцев Которые устроили Драку На Югитре Опять же Тот же самый Случай Мы все время Говорим Что Вот эти Африканские Нелегалы Которые Говорят Что они Бежали Из Эритрии Иди Там Поймят Куда Они Бежали Они Приносят Большие Неудобства Гражданам Израиля Но Еще Больше Они Опасны Сами Себе Они Так Сать Занимаются Рэкетом Друг Друг Друга Они Устраивают Там Поножопщину Еще Что-то Еще Что-то Потому Что Это В основном Молодые Мужчины Без Женщин Так Скажем Живут На Нелегальном Положении Занимаются Каким-то Нелегальным Промыслом И Понятно Что Там Как В любой Криминальной Среде Очень Сильные Криминальные Разборки Так Еще Раз Подчерк Малень Привезли Свою Эритрию В Израиль Давайте Примем Звонки Добрый 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 Израиль Я там часто Бываю Я все Больше Больше Поражаюсь К тому Какое Строительство Идет Сколько Мостов Строится Сколько Дорог И так Далее Израиль Растет Прямо На Глазах Квартир Мало Строят Все Хорошо Квартир Мало Дорогие Цель Особенно Мне Приятно Ездить По Израилю Вечером Когда Темнее Да Весь Израиль В огнях Весь В огнях Все Эти Возможно Увидеть Поедем Только Израиль Я хочу Относительно Террора Которого Устраивают Палестинцы Предложить Такую Вещь А что Если Делать Вот Они Выпустили Ракету Не имеет Значения Куда Она Полетела Где Она Упала Подать Самим Подстанцию Следующую Ракету Подорвать Самим Неоткрыто Это Делать Подорвать Самим Газопровод Который Ведет Газ Подстанцию Который Дает Электричество Газ Вы Стреляете По нас Вы попадаете Вы Бьете По себе Понятно Ваше Предложение Недавно Прозвучало Несколько минут Назад Прозвучало Что-то Сходное Вы знаете Тут надо Решить Вопрос Капитально Что мы Хотим От газа Мы же Не хотим Их Перевоспитать Невозможно Перевоспитать Правда Давайте Согласимся Что это Самостоятельные Взрослые Люди А не домашние Животные Или Неразумные Дети Эти люди Отвечают За свои Действия Перевоспитать Их Невозможно Они Сами Выбрали Себя Хамас Значит Единственный Способ Прекратить Террор Нужно Понять Что это Возвращение К той Ситуации Которая Была До Вывода Израильских Войск Израильских Граждан Из Сектора Газа А еще Лучше Наконец Убрать Эту Выпиющую Ситуацию Вот у нас Завтра Будет Годовщина Шестидневной Войны Годовщина По европейскому Календарю По израильскому Мы это Праздновали Пару недель Назад Так вот 51 год Исполнится Как мы Уже Завоевали Сектор Газа И До сих пор Ситуация Там Не Не Определена Четко С одной Стороны Это вроде бы Израиль Это находится Внутри Границы Израиля С другой Стороны Израиль Там не хозяйничает Там хозяйничает Хамаз Израильские законы Там недействительны Еврей туда Может попасть Только если он хочет Окончить Жить Мучительной Смертью Так что Нужно Решить Эту Проблему И Сделать Иудеи Самареи И Газой То же самое Что мы сделали С Галанами Мы объявили Что Галан Это наша земля Мы Распространили На нее Все свои законы Так сказать И Слава Богу И мы видим Насколько это важно Сегодня Когда с Галан Не только Израиль Даже международные Наблюдатели Наглюдают за тем Что произошло В Сирии Именно с Галан Потому что В саму Сирию Сунуться Они уже боятся Давайте примем Добрый день Добрый день Пожалуйста В эфире Добрый день Еще раз Скажите Пожалуйста Вот на днях В Кнафете Опять Рассматривался Вопрос О Геноциде 14-го Года Между Турцией Которую Турция Устроила В Армении Нетаньягу Решил Отложить этот вопрос Нетаньягу Решил этот вопрос Отложить Пока Я не знаю Чем он руководствовался Вопрос этот действительно Сложный С одной стороны Нам нечего терять С Турцией У нас отношения Ухудшаются С Арменией Мы пытаемся Налаживать отношения Вот Хотя И там не все гладко И там достаточно Ненавистников Израиля Есть К сожалению Значит Нетаньягу Просто отложил Этот вопрос Когда это действительно Будет в Кнессе Рассматриваться Я обязательно Об этом сообщу Спасибо И следующий звонок Добрый день Слушаем вас Ася Вы все время Вы употребляете Определение Палестинцы Палестинцы А вы кто Я нет Только те Кто выходит в эфир Я все время Говорю арабы Арабы И палестинская Автономия Палестинская Автономия Это ее официальное Название Я говорю арабы Арабы Либо граждане Израиля Либо жители Газа Иудеи Самарии Слово Палестинцы Я стараюсь не употреблять Мне не очень удобно Делать нашим гостям Замечания Но вот спасибо вам Я обращаюсь Ко всем слушателям Пожалуйста Я не знаю Кто такие Палестинцы Еще 30 лет назад Палестинцы Это были Евреи Живущие В Эрце Израиль Помните Палестинофилы Был синоним Сионизма Палестинский фонд Это был Фонд развития Израиля Так что Давайте Не употреблять Это двусмысленное Слово Нет такого Народа Был древний народ Филистинляне В честь которого Римляне Обозвали Землю Израиля Палестиной Это вошло Через христианство В европейский Обиход Сегодня Мусульмане Пользуются Этим Так сказать Это слово Сегодня Не несет Какого-то Внятного смысла Давайте Лучше Говорить Арабы Арабы Арабских Стран Арабы Израильские Граждане Или Арабы Жители Иудеи Самарии Газа Спасибо вам У нас остается Буквально Может быть Полторы минутки Если что-то Хотите На завершение Программы Ну Во-первых Так сказать Новости Все уже Готовятся К выборам Хотя выборы Еще только В начале Следующего года Но уже Бесконечные Опросы И по этим Опросам Вот результат Успешной Поэтики Нитанияву То что Ликуд Добавляет Себе Четыре Мандата Ну Если выборы Состоялись Сегодня А Сионистский Лагерь Он же Партия Вода Теряет Уже Четырнадцать Мандатов Он остается С десятью Мандатами Лапид Тоже Теряет Вот мы вспомнили Лапи Лапид Прибавляет Но меньше Чем он Он теряет По сравнению Если открывает Рот То говорит Какую-нибудь Очередную Глупость Он достаточно Умный Чтобы редко Рот Открывать Вот И партия Еврейский Дом Получает Еще три Мандата Дополнительно Остальные Партии Остаются Более-менее Каждой При своем Ягод Мастер Которую Которую Назвали Соломоновой Конюшней И вот Этот Грунт Тщательно Археологи Разбирают И вот Недавно Там были Найдены Мелкие Серебряные Монеты Которые Чеканила Еврейская Власть Автономная Под властью Персидской Империи И Интересно Что На этих Монетах Та же Самая Вот Такое Же Растение Цветочек Который Известен Был Из Рисунков Древних Монет И Которые Сегодня Находятся На монете Израильской Монете В один Шекель Которая Имеет Повсеместное Хождение Вот Так Каждый День Мы Обнаруживаем Следы Нашего Присутствия В данном Случа Речь идет О Четвертом Веке До Нашей Эры Ася Огромное Спасибо И до встречи В следующий раз Спасибо И до встречи Через неделю И Напоминаю Завтра Годовщина Начала Шестидневной Войны Самой Блистательной Войны Проведенной Израилем После которой Израиль Заслужил Всеобщее Уважение Так что Нас не ругают Когда мы Сильны А не Когда мы Делаем Успех О О О О О Война Война При Продолжение следует...